Добрый день! Сегодня анбоксинг и это первый магнитный Squire One. Компания Yuxin в серии Lito Magic сделала свой первый Squire и сразу магнитный. И он еще и бюджетный. Это ли не здорово? Посмотрим. Коробочка достаточно простая. Кевин Хейс. В строении Squire показано расположение магнитов. Ну и куча всякой технической информации, видимо, на китайском. Сам Squire. И в нем инструкция. Инструкцию даже посмотрим. Что-то здесь изображено. Причем даже по-английски. Но кому сейчас нужны инструкции, куда интереснее сам Squire. Уже все мои WCA-головоломки, кроме Squire, есть в магнитной версии. Ну, Клок самодельный, естественно. И не хватало только Squire. И вот он появился. Сравнивать я буду его с X-Men, моим прежде основным Squire. Остальные я, конечно, тут достал. Там, Мафанг, Вайджей Гуан Лонг, Шэнк Шоу, Мою Ви Лонг, Юлонг, Squire Кифа и Кубинг Класс Ром. Но все они явно уступают вот этим двум фаворитам. Признанный лидер X-Men, насколько я знаю. Почти все им собирают. И бюджетка от Yuxin. Их мы и сравним. По размеру они немного отличаются. Если X-Men высотой 56 мм, как я сейчас померил. А грань, вот эта вот, 54 на 54. То здесь высота чуть больше, 57 мм. А здесь то ли 55, то ли 55,5. Скорее всего, 55,5. То есть квали чуть больше, чем X-Men. Хорошо это или плохо, не знаю. Но я его уже немножко пособирал. И я эту разницу не ощутил. Внутри. Что у X-Men не окрашенный пластик. Что у Yuxin. Не окрашенный пластик сейчас уже добавляет не только в топовые головоломки, но и в бюджетные. Хотя эта бюджетка, ну скажем так, очень хорошо вращается. Сквари приехал ко мне вчера. И я хотел вчера и записать анбоксинг. Но решил немножко это покрутить, сделать пару сборок. В итоге я открутил сотку. Как так вышло, не знаю, учитывая, что я сквайр собираю небыстро. И сотка у меня там получилась в районе 58 секунд. То есть можете представить, сколько это заняло времени. Но не мог оторваться. Крутил. Поначалу мне магниты показались очень слабыми. Очень-очень слабыми. Но в процессе сборов я понял, что сильнее они и не нужны. То есть они четко фиксируют каждый элемент. Поворачиваем. Фиксируется. И это хорошо. Флайс. Останавливается. Он тормозит. Если мы возьмем тот же X-Men немагнитный. То ход здесь более свободный, более равномерный. Но естественно магнитов у него нет. Давайте перемешаем. Пока перемешиваю. Расскажу, что 124, получается анбоксинг, должен был быть мой EVLONG VRM. Но где-то почтовики на границе с Китаем, видимо, решили в него поиграть, покрутить. И он где-то там застрял. Эта посылка с Квайром X-Men заказана на неделю позже. Но приехала раньше. А VLONG VRM до сих пор где-то возле реки Обь под Новосибирском. Там у кого-то лежит. Ну, дождемся. Вот такой он Сквайр. Четко вращается. Я добавил немного смазки, чтобы вот эти вот слои крутились плавнее. Поначалу он мне показался суховат. И стало еще комфортнее. По цветам не сказал. Но цветовая схема, хотя нет, отличается. Сейчас давайте заберем. И тогда уже сравним цветовую схему. Честно, признаться, Сквайр мне очень понравился. И я, наверное, буду субъективен в оценке этой головоломки. Ну, куда деваться. Чуть не ошибся. Так, как ты не так собрал ВЛОО. Ну, что ж теперь. Комфортно и очень приятно вращается. Проверяем еще вращать его правильно. Ну, и теперь с этим Сквайром я, наверное, все-таки начну тренировать эту дисциплину. Но, скорее всего, уже по возвращению с чемпионата в Москве. И вот он, Сквайр. Кваритетов не было. Наклейка юксиновская, стандартная, такая же, как и на пирамидке Little Magic 2. Вот, который новый логотип вышел. Его везде клеят. Это просто наклеечка, он не напечатан. Давайте сравним цвета. Красный, как мне кажется, немного потемнее. Зеленый, гораздо более темный. Оранжевый, он немного отличается оттенок. Синий, примерно одинаковый, но такое подозрение, что он чуть-чуть светлее. Белый такой же. Желтый, кажется, чуть-чуть потемнее. Но оттенки немного отличаются. В общем, цветовая схема такая же, как и у X-Mana. Имеет два расположения цветов. Если вы привыкли к расцветке X-Mana, то менять тут, я думаю, не стоит все вот эти вот элементы. Он и так хороший. Я не скажу, что это какая-то супер-пупер идеальная головоломка, но вращается крайне приятно. Возможно, те, кто собирает секунд за 10-20, выскажут другое мнение. Но мнение любителя вот такое, как есть. Это отличный сквайр. И я теперь буду собирать им. В том числе и в Нижнем Новгороде. На этих выходных. Завтра, как раз в пятницу, будем выезжать в Нижний Новгород. Возможно, даже что-то обновлю на сквайре. Все-таки соточку открутил. Отличный сквайр. Рекомендую. Стоит недорого. Магнитный. Вращается очень приятно. Если это бюджетка от компании Yuxin, страшно представить, что же будет за топовая модель. Посмотрим. Как выйдет, обязательно куплю. Ну, если выйдет, конечно, какой-нибудь Сквайр Ван Хуан Лонг. То, что было от компании Мою Сквайр Ви Лонг. Ну, что-то он меня как-то не впечатлил. Почти не крутил. Сделал несколько сборок. Что-то он мне не порадовал. Тот же Гуан Лонг, который стоит там копейки, мне показалось даже приятней. Если именно Мою сравнивать. Сквайр Виуксин. Первый магнитный сквайр. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok